Был здесь такой удивительный человек в Америке, кстати, Голдинг. Он работал в Пентагоне и занимался вопросами холодной войны. Он был один из самых талантливых журналистов Америки, воевавших против Советского Союза. Он вышел на пенсию, и жена, безумная меломанка, которая без него всю жизнь ходила в Карна и Николу, во все остальные концертные залы мира, ездила, летала на все фестивали. Она подарила своему мужу, который раньше всегда был занят, 12 кассет с записами великих композиторов. Голдинг, говорит, послушал. Он послушал. И так послушал, что стал слушать еще и написал книгу. На сегодняшний день самую интересную книгу о классической музыке. Голдинг, она так и называется, классическая музыка. Как чисто эндриказис, он распределил всех композиторов по пятидесятими встал. Первые три называются Бессмертных, то есть Бог. Их трое. Баб, Моцер, Бетхорн. Потом еще серий. Называется Полу-Полу. Завершая список десятых вагнера Петра Ильичковской из России. А до него там Шубет, безусловно. И там, в том числе и Ваннер. Вагнер у него на пятом месте. Начинается статья о Ваннере следующим образом. Он лгал. Он предавал. Он изменял. По шкале негодяев, если такая шкала будет создана, он, наверное, был бы абсолютно на первом месте. И еще. Он был одним из величайших, когда-либо существовавших на Земле гениев. О ужас! И знаете, что я вам скажу? Я тогда все-таки не выдержу, а посмотрите мою программу, послушайте радио «Волос России», который называется «Очень серьезный разговор». Я там начинаю с того, что 20 апреля 1938 года в Берлине, в Берлинские филармоники, играли шестую политическую симфонию Чайковского. Главные посетители этого концерта 20 апреля именинник Адольф Шекльгруппер Гитлер, это было его любимое произведение, а также все шефы немецкого райка. Возникает вопрос, как мог человек, любивший больше всего на свете симфонию Чайковского, шесть политическую, через несколько дней объявить славян или авторов этой музыки, или народ, да, фонирует эту музыку, недочеловеком? В чем дело? Второй вопрос. Когда Андре Жит, Леон Фейкбангер, нашел, приезжали к Сталину и говорили с ним, то потом в интервью они сообщают, мы общались с великим человеком. Он что, их одурачил? Нет. Он был великим человеком. Трагедия в другом. Пока Китлер художник, он талантливый, харизматичный человек, как только он становится шефом религии, он становится преступником. Потому что на земле не будет покоя, пока религия, политика и идеология будут выше культуры. Религия всегда разделяла. Мы, жертвы христианства, параллельно ходим и сходим с ума от Рублева и Ренгельта, от Моцарта и Битковина. Их вся музыка построена на христианских терминах и идеях. Что нам делать? Надо признать, религии всегда разделяли. Христиане православные, и католики, и протестанты, и сектанты, и пятые, и десятые. Мусульмане, шииты убивают суннитов, суниты убивают шиитов. Смотрите, что творится. Религия всегда разъединяла и была почвой для убийств и смерти. Все войны на земле, уверен, были религиозными войнами и никакими другими. Вторая мировая война, была чистая религиозная война между страшным, преступным Сталином и преступным Гитлером. Талантливыми людьми за пределами религии. Если бы Амар Хайям встретил Петрарку, они бы очень подружились на почве стихов, но не на почве религии. Потому что Амар Хайям это ислам, а Петрарка это католицизм. Пусть бы они просто не касались вопросов религии, потому что они болезненные. Религия сильна и бог силен, пока он внутри человека. Как только он становится государственным институтом, в дело вступают бандиты, гады и мошенники. Самого талантливого человека можно уничтожить и превратить в раба или в тирана при помощи политики, религии и идеологии. Вот почему это последние капли крови. Будут сражаться не против чего-то, а за культуру. Это единственное, что объединяет, единственное, что дарит нам прощение перед Всевышним, единственное, что нас защищает. И если мы откажемся от культуры, мы обречены. Ни один Аллах, ни один Яхва, ни один Христос, нам никогда не поможет, а помочь нам может Моцарт, Шекспир, Мольер, Бах, Гендель, Шостаковик, Чайковский. Только они дают нам право называться людьми. И они, кстати, являются единственным для меня доказательством бытия Божьего. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ